всем привет друзья ну что вы ждали мы тоже ждали и мы наконец-то приехали приехали на бали и сегодня будет ваш любимый выпуск где оля будет умничать поэтому пойдемте так девчонки дадите маме поумничать чуть-чуть идите погуляйте пока а мама чуть-чуть поумничает тем более что во первых идет дождь на бали и это такой классный дождь который который согревает который вообще не портит ни капелька настроения а я сегодня хочу рассказать вам как вы уже поняли по названию от трех инсайтах бизнес-инсайтах которые по моему мнению являются крайне важными которые я получила в прошлом 2018 году на самом деле у меня их 100 я их написала у себя в инстаграме у себя в фейсбуке так что если вы не подписаны обязательно подпишитесь и читайте читайте становитесь умнее и над каждым инсайдом серьезно задумывайтесь может быть что-то будет вам резонировать что-то будет непонятно но поверьте за эти инсайты я заплатила своей энергией своим временем своими деньгами поэтому они для меня лично особенно ценные сегодня я хочу повторюсь сосредоточиться на трех главных инсайтах итак поехали первый инсайт которого я хочу начать это очень важная тема сегодня очень многие маленькие предприниматели наслушавшись больших предпринимателей говорят о том что я хочу много бизнес направлений потому что если одно бизнес направление не приносит деньги может приносить второе это может приносить это я настрою оно будет отдалённо от меня автоматически автоматическая воронка продаж короче автоматически фигачить на меня и все у меня будет классно другие хотят просто ну как бы смежные направления, третьи просто пробуют и думают, открою-ка я салончик красоты, открою-ка я, тут я буду продавать сумочки, а тут интересное направление, с Китая буду что-то привозить. Итак, я хочу поделиться с вами этим инсайтом и рассказать вам о том, почему в 2018 году я приняла решение закрыть практически все левые направления и сосредоточиться на одном, почему это произошло. Итак, давайте начнем с самого главного. Прежде всего, маленький предприниматель не может смотреть на большого, потому что, во-первых, он не понимает смысла большого, а во-вторых, имеет совершенно другие ресурсы. Давайте начнем с больших предпринимателей, которые имеют много бизнесов, что означает, что они имеют много бизнеса. Тут существует очень много разных историй, например, заправочная сеть, которая зарабатывает на том, что она продает бензин, а вдруг в какой-то момент понимает, что пошел тренд на то, что люди приезжают на заправки не только для того, чтобы покупать бензин, а для того, чтобы сходить хорошо в туалет, комфортненько с дорожки, для того, чтобы перекусить, для того, чтобы... Это такая... Чекпоинт, да, для нашего отдыха. И, соответственно, одна из заправок начинает делать все это очень классно и комфортно, другие заправочные станции это подхватывают. И вот в какой-то момент заправочная станция понимает, что вдруг она начинает продавать хлебобулочных изделий, всяких бутербродиков, сэндвичей и прочих вещей, там, выпечки, больше или столько же, сколько она зарабатывает на бензине, при этом маржинальность значительно выше. И вот она думает, класс, так почему же я эти булочки где-то там заказываю, как-то там лево делаю, когда я могу сделать свою пекарню? А затем у нее появляется мысль, круто, я продаю здесь столько хлеба, а я и произвожу уже, у меня уже свое производство, я могу этот хлеб давать другим, или я могу открывать свои магазины. И таким образом у предпринимателя из его потребностей рождаются вот такие возможности новые совершенно, которые он открывает. Предприниматели часто, когда зарабатывают нормально уже денег, у них становится проблема главная, как эти деньги сохранить и приумножить. Как вы понимаете, украинские банки, если мы говорим об Украине, я лично со своим супругом несколько сотен тысяч долларов оставила украинским банкам, просто когда произошел какой-то момент курса или банк закрылся. Ну, в общем, доверять этим банкам не хочется. Зарубежные банки, как правило, не дают возможности этим деньгам зарабатывать, они их могут только как бы сейфить, сохранять. И, соответственно, а нам уже очень хочется, чтобы денежки работали. И поэтому предприниматели большие в какой-то момент начинают искать, куда эти деньги инвестировать. Они иногда находят классных партнеров, потому что они общаются с людьми, и один им к другому говорит за бутылочкой и пивка или чего-нибудь подороже. «Василий, а давай-ка я тут дом строю, давай-ка ты 3 миллиона долларов инвестируешь, смотри, вот у нас есть возможность за 2 года сделать 6 миллионов долларов, или через 10 лет сделать 30 миллионов долларов». И он говорит, ну, слушай, давай, интересно, давай рассмотрим этот вариант. И таким образом человек вступает в партнерство, становится инвестором. Как вы понимаете, нам не совсем понятно с вами, как все это происходит, потому что у нас пока нету лишних миллионов долларов, но это так происходит. Или кто-то приходит и говорит, Оль, смотри, ты очень классно делаешь маркетинг, мне нравится, как ты пакуешь, мне нравится, как ты всем этим занимаешься. Я понимаю, что если ты мой бизнес пакуешь, или если ты его станешь регулярно пиарить, и вообще мне нравятся твои идеи, если твои идеи вкладывать в мой бизнес, то я смогу приумножаться, я тебе дам 10% от своего бизнеса, что в год составляет 10 миллионов долларов, не стала бы ты партнером. И я вам говорю, ребят, я стала партнером, у меня есть еще один бизнес. И вот так это происходит у больших ребят. Либо же, когда ты зарабатываешь деньги, как это было у меня, и ты выделяешь какую-то сумму, например, 100 или 200 тысяч долларов, ты понимаешь, что ты можешь выделить на пробу какого-то проекта, запустить, потому что у тебя есть какая-то теория, у тебя есть давняя мечта, например, ресторан, например, сеть цветочных бутиков, или просто ты хочешь, думаешь, я бы классно создал какую-то сеть франчайзинговую, придумаешь, какая сеть это могла бы быть, и инвестируешь туда деньги. И потом, опа, не получилось. Ну, опа, не получилось, ты не купил себе машину, ты не умер без этих денег, ты не задохнулся, ты не оказалось, что ты продал свою вторую почку, которую нужно отдать в результате. То есть ты себя не раздал на органы, все ок, все нормально. Ты просто потерял деньги, и это есть нормально у предпринимателя. Но когда ты маленький предприниматель, и у тебя, в принципе, кроме почки ничего нету, твой ресурс времени это 24 часа. Все твои люди, которые на тебя работают, это ты, твоя рука левая, правая, твои ноги, и может быть, твоя бабушка с твоим папой и твоим мужем, который уже тебя ненавидит, или с твоей супругой, которая устала, что на платье все время нет денег, или ей некогда отдыхать, не за что отдыхать. Так вот, когда ты маленький, у нас существует совсем другая иллюзорность. Первое, нам кажется, что какой-то следующий бизнес, который мы откроем, он будет приносить деньги. Мне очень нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, но это не приносит деньги, поэтому я пойду в денежную нишу, там быстренько заработаю и в этот бизнес принесу. Узнаете, да, себя? То есть полная вообще ахинея. Мы начинаем пробовать какие-то бизнесы, при этом у нас не хватает ни времени, ни денег, ни энергии, что самое главное. И зачастую мы пробуем это, знаете, как мужчина, который старается в каждой женщине, занимаясь с ней сексом, найти что-то особенное. А вдруг вот в этом, как бы так это ласково сказать, в этих интимных отношениях будет нечто другое. Но как вы понимаете, вопрос интимных отношений, он крайне важен, конечно, в каждой семье, но вряд ли так себе ищут спутника жизни. Когда случается любовь, она как-то случается и без интимных отношений, и без прочих каких-то штук. Ты просто в этот момент понимаешь, что ты не хочешь ничего иметь с другими партнерами, ты не хочешь ходить с другими на свидания, ты не хочешь их нюхать, они все противно в этот момент пахнут. Церомонщики это делают свое дело. Не стоит вопрос, ты просто понимаешь, что это тот человек, с которым ты хочешь быть. С бизнесом такая же история. И если вы до сих пор ни в какую тему не влюбились, а пытаетесь открыть эти 28 направлений, это говорит о том, что вы просто во всем стараетесь искать деньги, что не есть плохо. Но факт остается фактом. Гораздо проще во всем этом, в том, что вы не любите, найти что-то одно, остановиться на этом и попытаться это полюбить. Или точнее попытаться на этом заработать деньги. Потому что, как показывает опыт, заработать можно на всем. Точно так же, как и с любой женщиной или любым мужчиной, теоретически можно заниматься сексом и даже в некоторых случаях иметь детей. Но вот вопрос того, когда вы встречаетесь с тем, с кем вы по-настоящему хотите этих детей, с кем вы по-настоящему вообще всего хотите, вот эта история совершенно другая. Итак, вывод очень простой. Когда мы с вами начинаем пытаться открыть много направлений, потому что нам говорят, что это тренд, что нужно иметь много разных источников и так далее, мы тухнем, мы гаснем, и у нас ничего не получается. У нас не получается ни денег, у нас не получается ни найти себя, и мы эмоционально очень сильно выгораем. И рано или поздно каждый предприниматель с этим сталкивается, потому что в какой-то момент времени, когда все хорошо в какой-то нише, слава богу, что хотя бы в одной все хорошо, мы куда-то уходим для того, чтобы какие-то свои иллюзии и вот очередной всплеск того, что «О, было бы так прикольно, это классная тема, я и горю». Я знаю огромное количество людей, включая себя, которые тратят периодически какое-то количество денег на вот такие несуществующие вещи, которые по факту потом угорают. Несуществующие, потому что тебе кажется, что эта тема очень классной, теоретически, но когда ты сталкиваешься с ней практически, вся любовь у тебя куда-то исчезает. Вывод очень простой. Сосредоточьтесь на одном деле. Если вас сегодня это тяготит, закройте все направления, которые вам не приносят денег, а это все направления ваши, и выберите то одно, которому вы готовы себя посвящать. Очень часто для предпринимателя самой большой проблемой становится то, что мы говорим «Очень клево, но я надеюсь, что вот туда я пойду и заработаю денег, потому что я не знаю, как их заработать вот в той нише, которой я хочу заниматься, у меня нет денег, скажите мне, что делать». Вы знаете, я хочу, чтобы вы это запомнили раз и навсегда. Предприниматель никогда не задает вопрос и никогда не становится в таком жестком, депрессионном состоянии по вопросу «Что делать?». Если вы сами не можете нагенерить и придумать, каким образом вы сегодня можете получить деньги, какое решение приметь, с кем скооперироваться, связаться. У меня, кстати, есть классный марафон «30 денежных действий». Кто его проходил, вы можете прямо по чек-листу посмотреть, какое из действий вы можете сегодня сделать, чтобы попытаться найти решение. Предприниматель – это человек, который всегда находит решение. Ум предпринимателя заряжен таким образом, что мы во всем ищем всегда возможности, как бы сложно, а не казалось нам, что их возможно найти. Если вы задаете вопрос «А я не знаю, что делать?», то вы к черту никакой не предприниматель. Вы должны это запомнить. Если вы думаете, что когда-нибудь вы достигнете такого уровня, что вопрос денег перестанет быть для вас актуальным, то не будет такого уровня. Каждый предприниматель в момент того, когда он зарабатывает, он все время парится двумя вопросами. Первое – как заработать деньги. Второе – куда вложить эти деньги. Потому что чем больше денег у вас становится, вы же не думаете, что их раскладывают по золотым ящичкам, они просто лежат, и все, и ты сидишь, их всегда могут у вас украсть, вас могут из-за них убить. То есть вы отдадите их в банк, они могут сгореть. Наличие больших денег – это наличие других проблем. Вы должны это понимать. Так вот, предприниматель, твоя задача – сидеть и постоянно, каждый день свой мозг прокачивать. Что я сегодня могу сделать, чтобы завтра у меня были деньги? Чтобы я, помните, я вам часто говорю о том, что у нас есть такая проблема. Нам, с одной стороны, когда мы развиваемся, нужны деньги постоянно. То есть мы как бы прыгаем за бананами. Нам нужно придумать сегодня действие условно. продать платок, что-то продать, чтобы получить деньги и сегодня выжить. И в то же время нам нужно делать стратегические действия, которые позволят нам растить плантацию. А плантация – это чтобы мы содержали поля, чтобы мы содержали комбайны, ну, не знаю, что, простите там, я девушка сельская. Чтобы мы содержали людей, которые вот это все делают, чтобы они все это, хотел сказать, снимали, в моем случае снимали операторы, монтировали. То есть мне постоянно необходимо находить средства и на развитие, и сюда. И это сложно. Поэтому иногда какое-то решение с грамотной коллаборацией, с грамотным партнерством, с возможностью предложить сегодня свои услуги тем, кому они могут принести больше денег, и успеть все, да, успеть и это, и то, и на себя, и на них, и для них, и под себя, вот это и есть момент предпринимательства. Именно поэтому предпринимательство изначально не может быть комфортным. Оно не может занимать мало времени. Оно полностью вас выжимает. И когда вы думаете о том, что, о боже, вот ведь Ермилова говорит, что нужно отдыхать обязательно, что нужно посвящать себе время, понимаете, что это как марафон. Мы сначала пробежали спринт, немножечко выдохнули и побежали дальше. Так будет не всегда. Все-таки в будущем вы сможете больше выдыхать, но ваша голова все время должна работать. Поэтому если вы ищете готовых решений, если вы постоянно кричите, ну что мне делать, я не знаю, тебе легко, потому что у тебя есть деньги, то нифига. В моей жизни гораздо больше моментов, когда у меня нет денег. И благодаря этому моя голова постоянно работает, и вы постоянно видите новые проекты, новые решения, еще что-то. Я не могу сказать, что я в полном восторге от этого, потому что выдыхать иногда хочется все-таки, и я выдыхаю. Но мне это нравится, потому что, наверное, тогда, если бы у меня было все очень комфортно, я бы не была столь результативной и столь интересной. Поэтому запоминаем еще раз. Моя рекомендация вам такая, что необходимо избавляться от всего ненужного и лишнего. Небольшая история с пинг-баром, потому что очень много вопросов, почему вы закрыли цветочное направление. Момент первый. Я не закрыла цветочное направление, потому что я весьма неплохо его настроила. Мы его продали. Мы его продали цветочной компанией, другой, которой хотелось иметь нечто подобное, которая имеет опыт уже многолетний в работе с цветами, и которая хотела открыть несколько другой момент того, что сделали мы. Небольшие островки в различных торговых центрах, они ее выкупили, она прекрасно работает. Почему мы ее продали? Прежде всего, потому что мы стали разрываться. Я поняла, что это направление, я вам расскажу об этом в следующем, в общем-то, своем инсайде, стратегически было выстроено неверно для нас. То есть мы не получили с него то, ради чего мы его открывали. Мы не могли с него этого получить, потому что была ошибочная стратегия. А энергетически оно меня не наполняло просто никак. Поэтому, когда мы сели и поняли, что ресурс нашего времени в очередной раз ограничен, и что каждый раз, это знаете, как вот у вас есть, давайте так уж на чистоту, у вас есть три партнера, мужчины или женщины, неважно. И вот вы понимаете, что с одним вы идете, и все, вам все нравится, у вас классный секс, вы замечательно проводите время, у вас подарки, у вас любовь. Может быть, он не настолько состоятельный, как бы вам хотелось, или она не настолько прекрасный, может, грудь у нее не такая. Но в целом все офигенно. Есть второй партнер, помните, как у Иванушки, у царя было три сына, так и тут. Есть второй партнер, который вроде бы сам по себе прикольный, ничего плохого вы о нем сказать не можете, но вам, блин, неинтересно с ним. Она все время хихикает, говорит какие-то вещи, которые вам не очень-то нравятся. Вы начинали с ней встречаться, потому что было другое представление у вас вот об этом партнере. Или он мужчина, ну такое вроде бы нормально, но знаете, ну когда целуются, все время нос течет. И вы вот ничего не можете сделать, вроде и салфетку можете купить, и, блин, капли ему капают. Ну, тошнит, не хотите. Вот. И есть еще третий партнер, который тоже вроде бы вам с ним и неплохо, и ничего у него не течет, и даже он вам подарки дарит, но вас тоже не вставляет. И в какой-то момент вам это надоедает. Вы понимаете, что вместо того, чтобы проводить время с одним партнером, вместо того, чтобы с ним все наращивать, чтобы растить вместе детей, чтобы все классно зашибись у вас было, вы в свое время тратите на вот этих партнеров, с которыми типа ходите на свиданки, потому что тот в ресторане кормит, а этот цветы дарит, да. Вот то же самое произошло и у нас с пинг-баром. То есть это был партнер немножечко с сопливым носом, немножечко вот с ним все было вроде бы хорошо, но не хотелось. И в тот момент, когда мы приняли это решение, это было потрясающее решение, когда мы приняли продать, продать за любые деньги, продать, чтобы просто этого не было, но в то же время, чтобы у бизнеса, у этого было продолжение, потому что все равно это классный бизнес, все равно он сделан с любовью, все равно там столько всего наделано классного. Поэтому мы от него просто решили избавиться, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы остаться с одним партнером. И этот партнер, вот он, мать вашу, вот он, вы, вы мой партнер, я обожаю для вас снимать, я обожаю все время генерить и думать, как сделать контент ярче, я обожаю думать о том, каким образом мы в этом году должны очень сильно повысить число подписчиков, какие ходы придумать, каким образом дать больше пользы, больше интереса для большего количества людей, чтобы это все было классно. Вот и все, вот так это работает. И если вы думаете, что в этот момент я достала свой платиновый ящик с запасами, которые я вот запасла откуда-то, и достаю деньги, то нет, я точно так же каждый день делаю все, чтобы сорвать банан и для того, чтобы построить плантацию. И поймите, что это норм. Если вам не норм, если вам нужно, чтобы вам говорили, что делать, если вам нужно, чтобы давали деньги, устраивайтесь на работу. Это тоже есть ок. Никто не говорит, что люди, которые работают на работе, это плохие люди, это замечательные люди, это прекрасные люди, потому что без них бы не строился наш бизнес. Но каждый делает свой осознанный выбор. Предприниматель – это ненормальный человек, это человек без башни, это человек совершенно, у которого отсутствует вообще понимание того, что должно происходить. И, кстати, это человек, который никогда не слушает своего мужа, который сказал мне, что, Оля, в одном видео с твоим умением говорить, рассказать сразу три инсайта, это просто полный пипец. Поэтому мы на этом закончим это видео, и следующие два инсайта смотрите, потому что, как вы понимаете, говорливая Оля никогда не заканчивается. И даже на отдыхе, на бале, в шикарном курорте, который вы увидите во влоге, обязательно его найдите и посмотрите, когда, если вы будете это видео смотреть уже спустя, много времени после того, как я выпущу, я все равно нахожу времени для того, чтобы с вами поделиться. Потому что я хочу, чтобы вы были успешными предпринимателями, я хочу, чтобы у вас были деньги, чтобы у вас были деньги, и вы тратили их на меня в том числе, приходили в мои шоу, умножались еще, заказывали у меня лучшую рекламу в мире для вашего бренда. Я хочу, чтобы у вас были деньги. И мы с вами встречались на таких курортах, на других курортах, кстати, на этом курорте я тоже встретила несколько человек, и надеюсь, что вы тоже увидите интервью, которое мы с ними обязательно запишем. Всем хорошего дня, смотрите следующее видео со вторым инсайтом, ключевым 2018 года. А я пошла выгуливать красивые, стройные ноги, попу показывать не буду, ноги хороши, так что я просто пошла. Пока, пупски!